Спустя 5 лет, отстоив ТЧ-6 и ТЧ-7, окончательно была определена судьба вагонов 81540.8. Больше в петербургском метро мы не увидим головастиков, дракул, саблезубов и блютузов. Из метро уйдёт один из самых запоминающихся плодов работы вагонмаша в нулевых. Но, как вы уже могли догадаться по превью, эти вагоны не просто уйдут в историю от рук автогена, ведь их ждёт, хоть и болезненное, но всё же перерождение. Ну а имя вашего сегодняшнего проводника в мир метро – Airhead. Не забудьте подписаться и поставить лайк, пока мы спускаемся вниз. В 2004 году вагонмаш получил заказ на изготовление поездов для работы на правобережной линии петербургского метрополитена. Но так как подвижной состав хотели закупить как раз к пуску станции Комендантский проспект, которая вплоть до 2011-го была самой глубокой станцией метро на Неве, руководство решило выпендриться. В общем, решили заказать вагоны с обновлённым экстерьером. Дизайн маски головных вагонов, а также салонкомплект, создавала компания Автокомпозит, которая уже не первый раз сотрудничала с вагонмашем. По итогу работ, первая партия, состоящая из трёх составов, была выпущена именно с такой маской. Да, многие, особенно москвичи, сильно удивляются такому внешнему виду. Я могу с этим согласиться, ведь маски этого вагона нет ни базы Е-образных, ни базы номерных. Да и вообще, тут очень необычная схема фар. Даже этот долбанный Сименс Инспир выглядит привычнее. Но хоть экстерьер этого поезда и может ломать мозг, мне он всё равно нравится. В любом случае, не считая маски, это был обычный 540-й. В следующем 2005-м был выпущен ещё один состав 540.8, но уже с другой маской. Видно, что Автокомпозит провёл хорошую работу над ошибками. На этот раз маска выглядит более округлой, что и она играет на руку схеме фар, которая осталась от прошлого варианта. В целом, такая маска выглядит более аккуратной, чем предыдущая. Начался март, а вместе с тем, наступил день открытия станции метро Комендантский проспект. Первые поезда, открывшие движение на новом участке, были нашими сегодняшними героями. На одном из них прокатилась и Матвиенко, за счёт чего данный состав получил прозвище Губернаторский. Матвиенко В том же 2005-м году вагонмаш изготовил ещё три состава, отдав предпочтение второму варианту маски. Всего же, за два года производства, было изготовлено семь составов 81540.8-541.8. Итак, как я уже сказал, было два варианта маски. Первая, саблезуб, и вторая, головастик. Именно такие прозвища они получили в народе. Но они же, в свою очередь, делились ещё на два типа каждой. Головные вагоны из партии 2004-го года, синими накладками вместо белых, получили кличку Bluetooth. Ну а головы из последней партии, имевших также синие накладки, называли Дракулами. В 2018-м году все вагоны 81540.8 были оставлены от работы и законсервированы в ТЧ-6 и ТЧ-7. Причиной такого решения стали некие проблемы в эксплуатации удлинённых кабин, которыми и славится эта модель. Пять лет все головы стояли без дела, пока на прошлой неделе не стало известно о том, что все они будут переделаны в промежуточные вагоны. Причиной этого, на первый взгляд, странного решения, стала нехватка промежуточных вагонов в парке второй линии. В ближайшее время все вагоны будут отправлены на ОВРЗ. Прощай, 540.8, а ведь я на тебе так и не прокатился. Как же при таком уровне вы покончили со спортом? Я покончил. Точно. Авария в 54-м. Это со мной покончили. Когда собрали по частям, я вернулся. И знаешь, что мне сказали? Ты спёкся. Не заменили перспективным юнцу. Я ещё многое мог, но доказать мне не дали. Субтитры сделал DimaTorzok